МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее расскажем во всем подробно. Стадион Икар в этом году вновь стал центральной площадкой празднования Дня России. В 11 часов начался фестиваль 90 лет ГТО и марафон Генератор ЗОЖ. Затем саровчане могли поучаствовать в различных соревнованиях, играх и викторинах. Подробности далее. Спортивное лето. На празднике ко Дню России стартовал первый городской молодежный мегапроект Генератор ЗОЖ. Под эгидой марафона на протяжении трехлетних месяцев в Сарове будут проходить спортивные мероприятия. Марафон открывал актер, телеведущий, кинопродюсер, режиссер и общественный деятель Олег Токтаров. Зимой лес полный лыжников. Летом каждое поле занято футболистами. Я сейчас только прибежал, потому что мы начали играть почти с 8 утра. У меня очень хор, вчера жил в таком городе, и что мне, наверное, честь открыть марафон Генератор ЗОЖ. А я его открыл. На открытии выступили воспитанницы студии эстрадного и народного танца «Задоринки». Сразу после торжественной церемонии на стадионе Икар стартовали соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу, гиревому спорту, шашкам и шахматам. Сам я в шахматы начал играть еще со школы. У нас было в Дворце творчества школьников, в ДТШ, в Дворце пионеров, была секция по шахматам, куда я ходил, занимался. Вот с тех пор и до сегодняшнего дня также играю в шахматы. Также на стадионе в рамках марафона прошел фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди взрослого населения и семейных команд. Посвящен он знаковой юбилейной дате – 90-летию комплекса ГТО. На церемонии открытия также вручали золотые знаки ГТО. Коронавирусные ограничения есть. Это максимальное количество участников по мероприятию до 300 человек. Плюс соревнования должны проходить на открытом воздухе. Ну и также термометрия, санитайзеры и все вот эти ограничения, которые есть. В другой части комплекса проходило соревнование «Многоборье – начальная военная подготовка», в котором участвовали пять команд. В каждой команде было 5-7 человек. Для ребят приготовили 8 этапов – лазерный тир, сборка-разборка автомата, пожарная эстафета, которую помогали организовать сотрудники МЧС России. Кстати, насчет удали обезболивающей. Ты знаешь, какие препараты у нее аллергии? А вдруг у нее аллергии? А вдруг она не знает. Поисково-спасательный отряд волонтер организовал сразу два этапа для участников «Многоборья». Это оказание первой медицинской помощи и топография. Разумеется, лазерный тир был очень интересным. Все-таки пострелять удается не каждому, не всегда. С нетерпением жду пожарную эстафету. Все-таки давно не пробовала, хочется. И химзащита тоже. У гостей праздника была возможность посидеть за рулем пожарной машины. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Переливание крови и продуктов крови позволяет ежегодно спасать миллионы человеческих жизней. Оно необходимо при проведении сложных медицинских и хирургических процедур. С 2008 года в России реализуют масштабную программу развития массового добровольного донорства. В ней задействовано 85 субъектов Российской Федерации. О донорстве в нашем городе расскажем далее. Людмила Широкова донор с 1998 года. 98 раз она сдала плазму и более 30 раз кровь. Своих знакомых, родных Людмила призывает присоединиться к этому благородному делу. И многие уже последовали ее примеру. Сегодня по новым требованиям законодательства вся информация о донорах зашифрована. И пациент не знает, чью кровь ему перелили. А раньше в День донора в отделении переливания крови устраивали праздники, на которых пациенты встречались с людьми, которые спасли им жизнь. Как-то один раз нас вызывали, женщина рожала, и мы. У нас очень было много доноров, ей нужна была плазма, и вот нас всех благодарили. Вот как раз эта женщина-рожница. Ну, конечно, это непередаваемые ощущения. То есть за себя горд. В Сарове около 600 доноров. Интерес к этому благородному делу растет. Вот в начале 2000-х желающих сдать кровь было мало. Тогда на выручку пришла воинская часть. В 2005 году КБ-50 совместно с ВНИЭФ разработали программу поддержки доноров. А во время обострения пандемии на помощь пришли медицинские работники. Главный принцип донорства – не навреди. Сдавать кровь могут только здоровые люди. При этом перед процедурой их осмотрит врач. Стать донором могут не все. Есть ряд противопоказаний, при которых человека не допустят до сдачи. Это, например, порог сердца, перенесенный гепатит или сифилис, ряд других заболеваний. Таких людей пожизненно отводят от донорства. Есть и временные противопоказания. Переболел ковидом, переболел бронхитом, переболел гастрит был, обострение. То есть состояние обострения, конечно, любого заболевания не берется. Сделан, например, пильцем. Тоже определенное количество времени мы отводим таких. Сделал татуировку. Тоже на 4 месяца человек будет отведен. Сдавать кровь и ее компоненты можно с 18 лет и до того времени, когда человек еще в состоянии это сделать. Если никаких противопоказаний нет, то донорам нужно посмотреть на показатели донорского светофора на сайте КП-50 и выяснить, в какой группе резус-факторе есть потребность на данный момент. Нам иногда задают вопрос донора, почему зеленым горит и горит моя группа, а вы меня не берете. Потому что вот сейчас, в сей момент, эта кровь просто не востребована. А взять ее, а потом утилизировать. Кстати, и утилизация-то у нас тоже, потому что мы же ее просто не выкидываем. Мы ее должны автоклавировать, сложить в специальные мешки, отнести в автоклав. Если горит красный, доноров приглашают записаться по телефону в 6-00-98 и прийти в ближайшее время. Желтая означает, что кровь данной группы и резус-фактора в достаточном объеме. Но скоро запасы, возможно, потребуется пополнить. В Нижегородской области развернуло 400 дополнительных коек для лечения больных коронавирусом. Об этом замгубернатор и глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем инстаграм. В Сарове для пациентов с ковидом выделено 40 коек, занятые около 20. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 16 июля начнется четвертый этап программы по возмещению россиянам в части затрат на отдых внутри страны, рассказала глава Ростуризма Зарина Дагузова. Она напомнила, что текущий этап завершается 15 июня и уже на следующий день стартует новый, в рамках которого можно будет покупать путевки на осень. По словам Дагузовой, новый этап программы станет для россиян отличной возможностью купить туры в сезон по акциям раннего бронирования, посетить любой регион страны и сэкономить за счет кэшбэка. Владимир Путин ранее предложил продлить программу возврата 20% от стоимости путевки до конца года. Согласно условиям, сумма кэшбэка за одну поездку не может превышать 20 тысяч рублей. Должники по ЖКХ получат право на неприкосновенный минимальный доход. Поправки в законопроект сейчас обсуждают. Они гарантируют должнику неприкосновенный минимум от зарплаты, на которую нельзя будет наложить взыскание. Так что после всех отчислений у человека должны остаться достаточные для жизни средства, пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он отметил, что разработанные нормы наделяют должника правом обратиться в службу судебных приставов с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума при обращении взыскания на его доходы. При этом правила не будут распространяться на должников по алиментам, а также на случай возмещения гражданином вреда от совершенного им преступления. Молодежный центр объявил фотоконкурс «Радость отцовства». Принять в нем участие могут все мужчины нашего города, воспитывающие одного или более детей. В конкурсе пять номинаций «Какое счастье я отец», «Мой папа самый лучший», «Папа может», «Все мы делаем вдвоем», «Мой папа герой». Фотографии присылайте на электронный адрес «Зламина собака» mcdefisarov.ru с пометкой «Радость отцовства» до 4 июля. В Кванториуме Саров завершилась медиасмена, блогеры и звезды ТикТок. Ребята научились работать с программами для монтажа видео и обработки фото, приобрели навыки проектной деятельности, написания текстов для соцсетей, и познакомились с основами графического дизайна. Итогом смены стала защита проектов, на которые побывала наша съемочная группа. Создание мультимедийных презентаций, монтаж видеороликов, написание сценариев для клипов, знакомство с 3D-анимацией и принципами SMM-менеджмента. Пять дней, проведенных на инженерной смене в детском технопарке Кванториума Саров, пролетели для ребят как одно мгновение. Под руководством наставников они знакомились с медиасферой, разрабатывали контент для социальных сетей и пробовали себя в роли фотографов, операторов, монтажеров и журналистов. Итоги своей работы они представили во время защиты проектов. Это медиапродукт, видео, видеоинтервью, тиктоки, посты ВКонтакте. Все очень интересно, познавательно. Еще ребята у нас работали разных возрастов, с 10 до 16. Это большой такой охват возраста, но все справились, для всех нашлось задание. Анастасия Беглова с своей командой представила проект, посвященный продвижению Кванториума в тиктоке. Эта социальная сеть – одна из самых популярных у подростков. Создание там аккаунта детского технопарка, по мнению девушек, помогло бы повысить его популярность у их ровесников. Аккаунт тиктоки есть у каждой участницы команды. Основные принципы работы платформы им были уже знакомы. Тем не менее, наставники побудили взглянуть на привычные вещи по-новому. Я научилась многому, допустим, как нужно правильно снимать видео, как нужно правильно редактировать фотографии и в какой последовательности их выкладывать вообще в принципе. Это правда, это очень большой опыт, и я каждому все-таки советую вообще в принципе побывать хоть раз в Кванториум. Проект Михаила Борисейко и его команды был посвящен киберпреступности и мошенничеству в социальных сетях. Жертвами злоумышленников могут стать и люди в возрасте, и подростки, поэтому профилактике таких преступлений нужно уделять повышенное внимание, считают ребята. Информацию они пытались донести с помощью презентации и видеоролика, создавать которые их научили на смене. Научился работать в приложениях таких как Canva, Adobe Premiere Pro. Нам рассказывали и теоретическую часть, но в основном как пользоваться некоторым оборудованием и просто ослабим. Со вторника стартует бизнес «Смена Партнер Плюс». Четыре городских предприятия подготовили для ребят кейса с техническими заданиями. Детям предстоит создать одностраничные сайты, придумать новые упаковки, сделать робота. Четвертая смена будет посвящена космосу. Ребята разработают макет города, пригодного для жизни на Марсе. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24. Лето – горячая пора для сотрудников и волонтеров приемника для безнадзорных животных. Совсем крошечные котята поступают десятками. В мешках и коробках животных выкидывают на улицу, оставляют рядом с мусоропроводами. Оттуда они попадают в приемник, где их лечат, прививают и пытаются найти им хозяев. Эти животные ничем не отличаются от породистых, они такие же умные и ласковые. В нашем сюжете мы расскажем о семье, которая взяла из приемника сразу трех котов. С этим замечательным котом-вареником мы знакомы уже давно. Два года назад в приемнике для безнадзорных животных я делала сюжет ко дню кошек. Как раз тогда с ним и познакомилась. Героями репортажа тогда стали Вареник и его друг Изюм. Черно-белого Изюма больного и голодного нашли на огородах, а белый Вареник несколько лет жил возле продуктового магазина в Старом районе. Посмотрев наш сюжет, семья Власовых решила забрать домой обоих котов. И возраст животных не стал помехой. Мы подумали, что котят много кто берет, а взрослые коты, скорее всего, обречены остаться одни в приюте. Дома у Власовых уже жил кот, тоже взятый из приемника. Сначала старожил пытался скачать свои права, а потом на главенство в доме претендовал уже Вареник. Но сейчас мелкие дрязги позади, и коты стали одной большой дружной семьей. А вот крысу, живущей в квартире, все трое побаиваются. Своих хозяев любят, но Вареник, например, больше выделяет Марину. Кстати, белый кот из них троих самый интеллигентный. Видимо, сказываются годы, проведенные на улице. Марина рассказала, что во время дистанционного обучения Вареник очень внимательно смотрел лекции. Все ждали, когда он начнет задавать вопросы. Семья не жалеет, что взяла котов из приюта, а не стала приобретать породистых животных. Я считаю, что в первую очередь нужно смотреть на котов из приемника, а породистые коты, они ничем не отличаются от них. В приемнике и на его передержке живут более 80 кошек и собак. Особенно много котят, которым очень нужны заботливые хозяева. Фотографии всех животных можно посмотреть в группах приемников в социальных сетях. Кроме того, на нашем канале появилась новая рубрика «Ищу хозяина». Вместе с волонтерами мы рассказываем об обитателях приемника. Первые выпуски можно посмотреть на канале в Ютубе, канал 16, телевидение Сарова. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Сарова 24. На стадионе «Кар» пришел турнир «Атомный воркаут». Это силовое двоеборье, которое включает в себя подтягивания и отжимания на брусьях. Победители и призеров определяли путем подсчета баллов за каждое упражнение. Для болельщиков организаторы подготовили шоу-программу от Федерации воркаута России. Подробности далее. 30 спортсменов приняли участие в первом этапе атомного воркаута. Им предстояло использовать всю силу и выносливость, чтобы показать наилучший результат. Гостями мероприятия стали спортсмены-профессионалы из команды «Урбан Воллс». Они судили участников и показали мастер-класс по воркаут-фристайлу. «У нас проходит турнир по силовому двоеборю от госкорпорации «Росатом». При поддержке госкорпорации «Росатом». Они включают в себя два упражнения – подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях. Максимальное количество повторений». Ярослав Шевлягин – самый младший участник соревнований. Он единственный, кто выступил в возрастной группе до 16 лет. И, по словам судей, показал достойный результат. «Пришел сюда, чтобы посмотреть на своих старших товарищей и посмотреть на их физическую подготовку». В перерыве между соревнованиями проводили интерактивы и различные конкурсы, в которых каждый желающих мог проверить физическую подготовку и получить памятный приз. По словам организаторов, цель таких мероприятий – не только показать мастерство спортсменов, но и привлечь молодежь к здоровому образу жизни. «Я участвовала в конкурсе вис на перекладине на максимальное количество времени. Это упражнение, в общем-то, непростое, но мне приходилось уже неоднократно участвовать. Я второй раз участвовала в этом конкурсе и побеждаю. Была готова к этому». Победители и призеры всех этапов атомного воркаута представят Саров на финале соревнований в городе Глазов. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», социальных сетях ВКонтакте, Вейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова